Для поддержания здоровья и красоты природа подарила нам множество натуральных источников, лекарственных растений. В свежем и засушенном виде они облегчили симптомы заболеваний, помогли набраться сил и даже омолодиться. С развитием научно-технического прогресса, применение целебных растений распространилось за пределы рецептов народной медицины. Одна из уникальных в этом плане трав – мята. Ее используют в парфюмерной промышленности, ароматерапии, кулинарии и диетологии. Однако из-за особенностей состава мята не терпит несерьезного отношения. Мята как лекарство, исцеляющее от физических немощей и душевных страданий, упоминается в исторических свидетельствах о Сирии, Риме и Египте. От Матфея. Ароматные масла вдыхали для улучшения настроения, винки и свежих листьев носили для прояснения ума. Отвары применяли внутрь от желудочной и зубной боли, настои наносили на кожу, чтобы освежиться и защитить себя от укусов насекомых. Из Рима мятная трава попала в Северную Европу, где прижилась как ароматизатор для полости рта тела жилых помещений. Во-первых, мята признана биологами натуральным антиоксидантом, который работает против свободных радикалов, образующихся в процессе метаболизма. Они провоцируют активность раковых клеток, ускоряют старение организма, запускают деструктивные механизмы. Во-вторых, мята трава способна оказывать лечебно-профилактическое действие сразу в нескольких направлениях. Успокаивающие. Расслабляет нервные центры, снимает психологическое напряжение. Противомикробное. Замедляет рост и размножение патогенной флоры, вирусов, бактерий, паразитов. Помогает при расстройствах пищеварения, уменьшает метеоризм, боли в животе, изжогу, тошноту, спазмы кишечника и желчного пузыря. Нормализует работу желудочно-кишечного тракта, стимулирует отток желчи. Снижает артериальное давление, улучшает кровообращение, повышает эластичность сосудов. Снимает нервное напряжение, раздражительность, облегчает засыпание, устраняет симптомы невроза, истерии, хронического стресса. Уменьшает воспалительные процессы полости рта, стоматита, фарингита, ларингита. Облегчает головную боль, вызванную стрессовыми ситуациями. Помогает справиться с инфекциями верхних дыхательных путей. Снимает раздражение, покраснение кожи, борется с грибковыми заболеваниями. Полезные свойства мяты используют при подагре, ревматизме, артрите, других заболеваниях костной системы. Лечебные свойства листьев мяты и других успокоительных растений обладают накопительным действием. Это значит, что эффект проявляется мягко, постепенно, поэтому употреблять такие препараты следует не менее 2-3 недель.